Хороший грунт и полить потом, чтобы оно впитало в себе все соки. Представители медиаполя знают толк и в садово-огородных делах. Для благого дела объединились сотрудники Татмедиа, представители Союза журналистов Республики и волонтеры Победы. Благодаря совместным усилиям укорениться и расцвести должны каштаны, рябины, сирень. Деревья посвящены журналистам и писателям-фронтовикам. Посадить сад памяти в честь наших коллег, журналистов и писателей, которые ушли на фронт, и более 50 из них не вернулось, это значит отдать не только дань памяти, но дерево это как символ жизни, как символ дальнейшего возрождения и преемственности поколений. В годы Великой Отечественной войны писатели, журналисты и поэты Республики боролись с врагом и пером, и оружием. Как вспоминали сегодня, в те времена закрывались целые редакции. На дверях была одна надпись «Все ушли на фронт». Для Татмени, для журналистского корпуса тоже это очень важный момент, потому что журналисты всегда были на передовой. Для нас очень важно эту память знать и ценить, и наше поколение молодое, которое приходит, тоже должны об этом знать. Акция сад памяти сегодня началась во многих городах и районах Республики. До конца мая в Татарстане планируют посадить более 700 тысяч деревьев. В Татарстане было отправлено на фронт более 700 тысяч солдат, половина из них не вернулась. Министерство лесного хозяйства Республики нам подсказывает, в какой период, в какой местности, какие лучше саженцы, сеянцы сажать. В стране в память о каждом погибшем солдате высадят 27 миллионов деревьев. В этом году в рамках акции состоится и конкурс детских рисунков. Работу ждут на сайте «Сад памяти». Дмитрий Ирин, Алмазий, Динов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5 705 100.